Очень многое, чтобы я мог сказать, на самом деле уже было сказано, замечательный доклад сделал Мак Алексей Николаевич. В принципе, под всем, что он говорил с точки зрения анализа авиационных происшествий и причин этих авиационных происшествий, в общем, я думаю, здесь спорить очень сложно. Немножко я, может быть, не соглашусь с рядом предложений, которые прозвучали, но там, в общем, они тоже, безусловно, правильные. Вопрос только в тактике. То ли нужно сначала запретить эксплуатацию типовых воздушных судов и лишь потом ввести к этому типу, либо это надо сделать в обратной порядке. То есть, я думаю, с этим все согласятся, что в конце концов, мы должны прийти именно к этой ситуации. Да. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, в Международном совете АОПа, куда входят наши организации, в том числе, входят 70 стран, мы составляем эту статистику, пытаемся составлять статистику. Вот я выбрал буквально, почти случайно, несколько стран, естественно, США, выбрал. И та статистика, которую мы всегда собираем. Количество пилотов, правда, у меня под рукой не оказалось частных пилотов, это все вместе, да, ППЛ, СПЛ, коммерческие или нет. Количество воздушных судов, авиация общего назначения, количество часов налета авиации общего назначения там, где эта статистика собирается, количество фотострок авиационных происшествий с жертвами в данной стране за 2011 год. И вот эта колоночка, это моя попытка придумать хоть какой-то относительный показатель, да, то есть это уже несколько раз было сказано, что то, как мы сейчас меряем, безопасность полетов и авиации общего назначения абсолютно неприемлема. И тот факт, что количество авиационных происшествий в 2011 году больше, чем в 2010, можно трактовать совершенно по-разному, да, то есть можно как положительный фактор, можно как отрицательный фактор. Ну вот, раньше тысячи воздушных судов авиации общего назначения цифра взята мной практически с потолка, ну то есть там МВД пыталось собирать статистику и так далее. То есть это включает в том числе те воздушные суда, которые зарегистрированы в Ростов, ЛАИ, вообще нигде не зарегистрированы, как их называют надзоры НЛО, а неопознанно летающим объектом. 1800 – это примерно цифра из государственного реестра воздушных судов гражданской авиации, в скобочках, да, да, и катастрофа, соответственно, 20-го катастрофа произошла у нас в стране в 2011 году со всеми воздушными судами, которые можно хоть как-то отнести к авиации общего назначения, в том числе не зарегистрированы, в том числе Ростов, в том числе ФЛАИ, и 15 гражданских воздушных судов. И вот это вот соотношение количества воздушных судов, то есть одно из 900 воздушных судов США потерпело катастрофу с жертвами, да, в Канаде цифры отличаются, не очень я, честно говоря, верю, но, тем не менее, по счету, статистика такая у нас имеется. В России, как ни мере, да, то есть получается одно из 140 или одно из 120 воздушных судов потерпело катастрофу в 2011 году. Всего вот миллион пилотов, то есть 27 тысяч воздушных судов, но это опять же только по 70 странам, да, то есть у членов ХК у нас как-то 190, это далеко не все, да. Опять же, просто иллюстрация, да, то есть в попытке придумать хоть какой-то относительный параметр, да. Да, все, все, все. То есть я поддержу, вот уже прозвучало, и прошу это завести как бы решение нашего совещания. Нам нужно принимать какие-то меры по получению каких-то относительных параметров. Хотя бы, значит, на лет в часах это идеально, да, то есть, ну, однако не очень понятно, как это делать. В США они в хорошем состоянии находятся, потому что у них есть акциз на бензин, на авиационное топливо, которое они потребляют. 99% летают на, либо на авиационном бензине, либо на авиационном керосине. Соответственно, достаточно четкая статистика. То есть сколько или долларов, или литов бензина или керосина они потребили, 23 цента с каждого галлона, это косвенный налог, который они тривиально вычисляют в количестве потребленного топлива. Имея парк воздушных судов, известно, сколько все двигатели потребляют, они достаточно хорошо оценивают налет. Вот все 23 миллиона часов налета они оценивают таким образом. Англия немножко по-другому подходит. Они централизуют информацию при продлении летной годности, которая случается раз в какой-то период времени, и они собирают статистику с формуляров с каждого воздушного судна. То есть понятно, что вот этот подход, наверное, мы могли бы использовать каждый раз при продлении летной годности, что это и экземпляры воздушного судна, что и единичные экземпляры воздушного судна. И там и там возможно собирать эту статистику. Понятно, что тут же возникнет критика, что она будет неточна, но это все равно будет лучше, чем то, что есть сейчас. Ничего, да? То есть у нас сейчас вообще никакой статистики нет. Поэтому если мы хоть как-то приблизимся к попытке сбора налета, вот таким вот образом при продлении сертификатов летной годности, то это будет, безусловно, положительным шагом. Если мы к этому не сможем прийти, то хотя бы можно вот так, как Росавиация сейчас показала по количеству зарегистрированных воздушных судов, и то неплохо, да? То есть и то это будет положительный фактор. Поэтому я вот призвал все-таки объединить усилия. Мы вот в Воровопе пытаемся собирать вот книжечки, кто-то получил, там у нас на последней страничке есть листочек, который можно заполнить, оторвать, отдать обратно в Воровопе. Мы пытаемся собирать статистику по налету. При этом мы собираем статистику в том числе и по всем воздушным судам, где взяли зарегистрированных. То есть понятно, что много летают партизан, как назовем. Дальше. Следующий слайд. Это вот картинка, которую мы практически только что видели, да? Значит, количество катастроф, количество жертв за последние, там, 6 лет. Цифра там, ну, она с точностью до одной катастрофы отличается периодически. От мака, к Росавиации, к нам. Ну, в общем, в принципе, тенденция вы ее видите. Следующий слайд, да? А вот эта картинка, если добавить любителей авиации, из-за любителей авиации Ростой и неопознанный летающий объект, да? То есть мы видим, что с точностью до шума, то есть это примерно на одном уровне количество катастроф и количество жертв находится. То есть на самом деле объяснение тривиальное. То есть где-то в 2008 года произошла серьезная либерализация процесса регистрации в госреестре, да, гражданских воздушных судов, и воздушные суда стали перетекать туда. А Ростов, с другой стороны, закрутила гайки, и там держать воздушное судно в Ростове, частное воздушное судно, практически невозможно стало. Поэтому просто народ стал перетекать в реестр гражданских воздушных судов. А, в общем-то, количество воздушных судов растет не так, как нам бы всем хотелось, да? То есть, в принципе, кастрюля-то, она закрыта, да, более-менее? То есть цифры примерно одинаковые. Хотя 2100 будет 2, условно, в лидерах, да, находится дальше. Это вот по поводу статистики, это было мое первое предложение. И второе мое предложение, нам нужна более-менее серьезная аналитика по причинам и факторам, вызвавших авиационные происшествия. Я посмотрел, что мы сейчас используем, страна использует с точки зрения аналитики, система АСОБП, которая была в 2002 году, да, она была внедрена в эксплуатацию, которую используют и ГЦПП, и Международные авиационные комитеты, Росавиация, надзор, там, какую-то свою систему еще сейчас пытается написать. Она несовместима с не АДРЕП, это стандарт, который установил АКО, и с 2000, ну, точнее, есть еще новая таксономия, АДРЕП 2000, они немножко доработали ее, и сейчас требуют предоставлять, то есть, как с вами имеют, нарезку параметров, да, то есть, виды полетов, виды цели полетов, там, тот же самый АОН. В нашей АСОБП нет такого понятия, как АОН, да, то есть, нет цели полета. Вот Алексей Николаевич как раз затрагивал эту тему. У нас авиация общего назначения определяна как авиация, да, во всем мире авиация общего назначения определяна как полет. То есть, один полет может быть авиация общего назначения, а следующий полет, это может быть уже коммерческого воздушного перевозка, того же самого воздушного суда. Соответственно, в нашей аналитике нет толком возможности выявить, где была авиация общего назначения, где это была коммерческая воздушная перевозка, где была авиационная работа, цели полета и так далее. Поэтому я призываю. Европа разработала систему, я ее упоминаю, систему, которую использует сейчас вся Европа, начали использовать страны, не обязательно европейские, Тайвань и так далее. Это некопрограммная оболочка, которая нормально многопользуется этой системой, которая может быть в поле у расследователя или у аналитика, у Росавиации. То есть это нормальная, современная система для учета и анализа авиационных происшествий. Соответственно, вот совсем недавно была организована региональная группа безопасности полета ВКО, Парижский бюро ВКО. И они, я на удивление, то есть я сначала написал презентацию, потом случайно узнал, что было принято решение, область является заместителем, руководителем этой группы, и было принято решение о локализации поли-керс на русский язык. То есть она будет, сама программа локализована на русский язык и таксономия, да, определение всех параметров и так далее, будет локализовано на русский язык. Поэтому я призываю просто внедрить эту систему на стране как можно быстрее для нормального анализа, что у нас происходит в авиации в целом и в авиации частного, общего назначения в частности. Дальше. Ну вот, хотел еще один слайд по поводу подготовки. Уже несколько раз было сказано, да, что проблема с подготовкой, просто так ее не решишь. Мы видим, что ситуация как раз совершенно обратная. Среднее количество часов налета командиров воздушных судов за 2011 год в катастрофах было около 3000, в среднем, да, то есть там были примеры 11 тысяч и так далее. И только одна катастрофа была с пилота, который только что получил пилотское свидетельство, там у него налет был 60 часов, можно сказать, скорость разгрузки, все больше, все остальные. То есть это не проблема подготовки, это проблема принятия решений, да, то есть человек, который, когда он находится постоянно в среде коммерческой авиакомпании, когда за него и диспетчерская служба, думает, и второй пилот рядом сидит, не даст ему, а когда он попадает в самостоятельную среду принятия решений, то там принятие решений страдает, да. Я не говорю, что с этим надо делать, то есть рецептов здесь легких нет. Однако, если говорить о подготовке, то самая серьезная проблема у нас в стране с подготовкой, это то, что само учебное заведение, будь то АУЦ, будь то государственное учебное заведение, оно же и фактически выдает пилотское. Функция ты какая, вы какая, она исключительно формальная. Ну, со мной мог кто-то не согласиться. Однако, я считаю, что нам обязательно нужно вводить, и это позвучало на МВК, вот в конце декабря упоминавшемся, нам нужно вводить систему профессиональных экзаменаторов, так чтобы человек, который подписывает окончательную проверку пилота, как наземную, так и летную проверку, да, он должен отлетать всем летную проверку, он был абсолютно независим от того учебного заведения, откуда бы он там не вышел. Совершенно не имеет значения, сколько там часов он сидел в этом учебном заведении и, значит, передавало ли это учебное заведение часы налета кому-то или не передавало, да, Ульяновск у нас тоже сам сегодня отлетывает и передает часы обучения. Поэтому, я думаю, это единственное, одно из этих ключевых вещей, которое должно быть сделано с подготовкой. Причем это касается не только первоначальной подготовки, это и касается и получения квалификационных отметок на допуск, на тип конкретный, там, то есть эта система будет давать свои позитивные какие-то явления и необязательно, и в том числе и людей, которые уже имеют свои иконские свидетельства. Дальше. Не является. В общем, то есть тема слишком и уделяется много внимания, да, то есть вот хочу сказать, что по нашему анализу, да, из-за технического состояния не было ни одной катастрофе, где бы техническое состояние было причиной. Так, технический фактор был, там, остановка двигателя, безусловно, но те, кто летает на двигательных воздушных судах, должны понимать, что остановка двигателя, это, в общем-то, одно из штатных явлений более-менее, да, то есть это не вопрос, случится это или нет, это вопрос, когда это случится с вами, да, поэтому нужно принимать решение о вынужденной посадке и грамот выполнять вынужденную посадку и так далее, да, то есть обледенение недопускательно, а не потом героически от него спасаться и так далее. Поэтому тема ЕВС, она немножко перегрета, и тема технического состояния, я бы рекомендовал все-таки относиться к ней спокойнее, и техническое состояние далеко не является нашей главной проблемой в авиации общего назначения включения. «Робин-44», вот Игорь Севго, который погиб, он подготовил абсолютно замечательный доклад о безопасности полетов «Робин-44», он с ним очень хорошо был знаком, он сделал хороший анализ за всю, взял всю историю эксплуатации «Робин-44» у нас в стране, по его оценке только три авиационных происшествия было связано хоть как-то с техническим состоянием, там отказ регулятора, и все три случая были из-за не очень грамотного технического обслуживания, ни одной катастрофы не было, да, авторотация, народ задится, никаких проблем. Поэтому техническое состояние – вещь безусловно важная, но, однако, ее не надо переоценивать значение, да. Человек, который возит самого себя, все-таки, ну, если он совсем одно розык, да, то, в общем, наверное, чем нужно помочь. Но любой нормальный человек, который проходит флаг, там, да, с головой все в порядке, он, я думаю, будет все-таки намного лучше заботиться о техническом состоянии своего воздушного судна лично, да, чем в каких-то любых случаях. Дальше. Ну, в общем, я не буду детально касаться каждого этого пункта, да, то есть, ну, в целом, я услышал мнение одного из чиновников, что у нас в стране одно из самых либеральных воздушных законодательств, но я позволю себе не согласиться с этим тезисом, да, то есть, у нас в стране одно из самых жестких воздушных законодательств, и либерализация дальнейшая, она, безусловно, нужна во многих пунктах, я перечислил то, что мне вот в голову пришло, там, буквально, там, за 10 минут, да, то есть, там, требуем установки маяков, которые не срабатывают, и нет ни одного примера успешного срабатывания маяков Коспас-Сарсат, чтобы с помощью него нашли в автоматическом режиме, подчеркиваю, в ручной активации были примеры, да, но чтобы вот сработало в автоматическом режиме, в Российской Федерации нет ни одного примера, однако для того, чтобы установить, надо потратить, там, от 2 до 5 тысяч долларов, которые ты вынешь из тела бюджета, который ты можешь потратить на собственный опыт на налет, да, то есть, это прямое влияние на безопасность полетов, то есть, чрезмерное регулирование, оно даром не проходит, да, оно приводит к тому, что понижается безопасность полетов за счет вот этих всех мер, которые государство считает необходимыми возложить на авиацию общего значения, поэтому нам всем нужно стараться снижать регулирующее воздействие на авиацию общего значения, а не придумывать методы, каким образом старший в начале посадочной площадки будет проверять у меня обедную воду, не давать мне валюту. Спасибо. Спасибо, Вадим Вадимович. Слово предоставляется, перепишем Юрий Николаевич.